В этом году туристический рынок ждут большие перемены. В первую очередь это связано с открытием авиасообщения с Египтом. Эксперты уже предсказывают, что развернется настоящая битва между страной Пирамид и Турцией. Все хотят заполучить туристов. Да, ну а мы напомним, что Египет до ведения запрета на полеты посещали миллионы наших соотечественников. И сейчас россиян там почти нет. И вот первые самолеты полетят в начале февраля. Ирина Шипилова узнала, будут ли в числе пассажиров тюменцы. До остановки авиасообщения с Египтом Елена побывала в этой стране 15 раз. И за два года паузы так и не смогла найти достойную замену отдыху в стране Пирамид. Красное море – это изумительное море. То есть вот где бы я ни была, на каком бы морях, а была на очень многих морях, Красное море не сравнится. Я уже устала ждать, если честно, потому что изначально мне было очень тяжело. Но если его сейчас откроют, я буду счастлива. Первый рейс из московских аэропортов Шереметьево и Домодедово планируется с 1 февраля. Они будут регулярными 6 раз в неделю и пока только в Каир. Но на их основе туроператорам после долгого перерыва разрешили продавать турпутевки. Снежный пейзаж Тюменской области мы наблюдаем минимум полгода. И теплое море – это лидер предпочтений для отдыха у жителей нашего региона. Это подтверждается проданными ежегодно путевками. Однако, по словам турагентов, далеко лететь за морем тюменцы не готовы. Время в пути из зимы в лето максимум 8-9 часов. Но до привычных Хургады и Шарм-эль-Шейха дорога теперь увеличивается. Даже учитывая скорость, с которой ездят египетские водители, это еще плюс 5-6 часов на автобусе. У операторов сформированы эти пакеты, но на самом деле спрос на них небольшой. Потому что, когда объясняешь туристам весь их путь, который нужно пройти, то есть Тюмень-Москва, Москва-Каир, Каир-Хургада, никто не соглашается. Сегодня туроператоры прорабатывают те курорты, которые рядом с Каиром. На Средиземном море есть Александрия. По соотношению цена-качество это будет чуть дороже, но востребовано. С точки зрения бизнеса рентабельно. Однако все ждут разрешения на чартерные перевозки. И чтобы организовать первые рейсы из Тюмени, потребуется лишь несколько часов. Меньше суток мы имеем все возможности для того, чтобы все, так сказать, запустить в работу. Только нужна нам, соответственно, отмашка, что все соответствует требованиям. Безопасность превыше всего. Отчаянные туристы попасть в Египет всегда могли обходными путями. Белорусские и украинские турагентства не прекращали продажи путевок с вылетом из Минска и Киева. Цена от 45 тысяч российских рублей на двоих. Ирина Шипилова, Евгений Проскуриков, Тюменское время.